День с толком В Барнауле сегодня могут остановить и обыскать машину. В городе учение ФСБ. В краевом фонде имущества новый руководитель. Федор Смолов может приехать на Алтай, посмотреть, как освоили его деньги. День с толком Между тем, накануне жители одного из подъездов Барнаульского дома по адресу Малахова 140 эвакуировали. По словам очевидцев, у подъезда заметили подозрительный сверток. На место прибыла полиция и спецавтомобиль ФСБ. Двор оцепили. На месте работали кинологи и даже специальный робот-сапер. Как нам сообщили в краевом ведомстве, специалисты провели все необходимые мероприятия и выяснили, что найденный предмет не опасен. Примерно через два часа сняли оцепление. Людям разрешили вернуться в квартиры. В Бийске три человека погибли при столкновении автомобиля с дорожным катком. За рулем отечественного авто был 27-летний водитель. Как установили позже, он был нетрезв и, более того, не имел прав на вождение. На высокой скорости молодой человек не справился с управлением и врезался в дорожный каток. Мужчина и женщина, которые также ехали в машине, погибли до приезда скорой помощи. Чуть позже в больнице скончалась еще одна пассажирка. А вот пьяный водитель остался жив, хотя и получил в ДТП перелом таза. По факту аварии проводится проверка. Полицейские теперь могут выносить россиянам предостережение, если житель действует так, что это может перерасти в преступление или административное правонарушение. Расценивать это будут сами полицейские, а для примера приводят антиобщественное поведение нетрезвых россиян. Вручать предостережение будут в том случае, если оснований для привлечения административной или уголовной ответственности еще нет. Тем не менее, выполнять его нужно будет обязательно или последует более серьезная ответственность. Предостережение будет реальным документом, но как оно будет выглядеть и когда его будут вручать, сейчас думают в МВД. Закон об этом приняли в сентябре и обосновали тем, что прокуратура и ФСБ уже вручают предостережение, а у полицейских, которые чаще видят потенциальных правонарушителей, таких полномочий не было. Порядок решили навести и в ритуальном бизнесе. В правительство России внесли законопроект. В нем, например, предлагают запретить медицинским организациям готовить умерших к захоронению, а похоронным агентам торговать венками и крестами на территории медучреждений. Если проект примут, ритуальным агентам будет сложнее приезжать раньше скорой или полиции на место смерти. Также документ может узаконить в России частные кладбища, чтобы прекратить борьбу за место на муниципальных кладбищах, с чем, кстати, неоднократно сталкивались и жители края. По задумке Минстроя, частные кладбища будут выглядеть более ухоженными и цивилизованными. Добавим, что федеральный закон, который регулирует этот рынок, был принят еще в 1996 году. Эксперты давно говорили, что он устарел и требует доработки. Алтайский политик, общественник Владислав Вакаев займется возрождением Изумрудного парка. Уже как краевой чиновник. Накануне стало известно, что его назначили руководителем фонда имущества Алтайского края. Одной из главных задач структуры станет реконструкция парка Октябрьского района, известного как Изумрудный. По словам Вакаева, предложение стало для него неожиданным и расценивает это так. Краевая власть выбрала то, за что выступало большинство общественников – сохранить за парком статус именно «зеленой» зоны общественного пространства. Напомним, другая группа горожан предлагала застроить часть парка коммерческой недвижимостью. Говорить о своих ближайших действиях на новом посту Вакаев пока не торопится. По его словам, как раз сейчас ведется разработка и утверждение конкретных планов. Но очевидно одно – парк будут возрождать в рамках концепции «зеленый каркас города». Я был и остаюсь последовательным сторонником того, что в городе должно быть как можно больше зеленых зон. И именно развивающихся как общественные пространства. Потому что это сегодня тренд развития городов. Чем больше зеленых зон, комфортных для горожан, тем успешней, благополучней город. По словам Вакаева, «Изумрудный» станет своего рода пилотным проектом возрождения зеленых зон. Далее на очереди, возможно, будет парк «Юбилейный» и другие заброшенные и неухоженные территории. К другим темам. Россияне стали меньше покупать одежду и кожу галантерея. Об этом накануне заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на открытии в Заринске кожевиного завода. Он отметил, что в этом году легкая промышленность страны пока с точки зрения роста на нулевой отметке. Прежде чем, а прежде она росла минимум по 5% в год. Это, конечно, связано и с тем, что у нас, в принципе, так как отрасль работает в основном на потребительский рынок, у нас есть небольшая стагнация в розничной торговле. Мы видим, что упал немножко и средний чек, и приобретение товара длительного спроса, товара длительного пользования, таких как предметы, в том числе одежды, обуви, кожу галантерея, немного сократились. Тем не менее, к концу года отрасль может выйти в рост, предположил замминистр. Хотя бы потому, что в стране открывают новые предприятия, как, например, кожевин и завод на Алтае. Продукция становится доступнее, и местное производство может сказаться и на цене. Кстати, по данным Алтай-Крайстата, в нашем регионе отдельные направления легкой промышленности уже показывают рост. Так, кожевинное производство выросло на 26%, одежды на 13%, мебели – 22%. В Барнауле скоро появятся отдельные полосы для общественного транспорта. Это барнаульцы обсуждают в соцсетях. Говорят, четвертую полосу мэрия создаст на проспекте Ленина и строителей. На их ремонт, к слову, в этом году ушла круглая сумма. И переоборудовать дорогу, на первый взгляд, нерационально. Правда, городские власти и сами не уверены, нужна ли Барнаулу полоса общественного транспорта. Подробнее в сюжете. Идея отдельной полосы под общественный транспорт не нова. Но сейчас, кажется, за проект взялись всерьез. Автобусам и троллейбусам предлагают третью или четвертую полосу, которую сделают с нуля. Эта новость вызвала споры. Проще было бы движение, по своей полосе бы ездили и все. А то же они ныряют туда, 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 сюда, туда, сюда. То вправо, то влево. Ну и как их тоже можно понять. У них что вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают. Не нужна полоса нам. А почему? Будут пробки еще больше. Еще больше, думаете, будет? Дело вижу по Ленинскому, уже раньше полосу. Было еще хуже. Проект разрабатывает политехнический вуз. Ученые исследуют дороги города и выбирают участки, где отдельная полоса будет востребована. В основном самые оживленные улицы. При этом говорят, что такие изменения нужны в первую очередь пассажирам, чтобы добираться домой быстрее. Задача города не борьба с пробками, а борьба за время передвижения. То есть, если город обеспечивает короткое время передвижения между, допустим, домом и работой, то, соответственно, транспортная сеть работает эффективно. Автомобилистам новшество обернется пробками. А мэрии траты на разметку новых полос, покупку дополнительных камер видеофиксации, одна в среднем миллион рублей, и расширение дороги. Поэтому чиновники, хоть и разрабатывают проект, но с реализацией не спешат. Комплекс мероприятий очень большой. Это не просто взять, нарисовать разметку, нарисовать букву А, что это полоса для выделенных для общественного транспорта и все. То есть, комплекс очень большой, комплекс очень затратный. И в первую очередь необходимо определение целесообразности ведения данных мероприятий. Так что, возможно, городские власти сочтут проект неэффективным, и он так и останется идеей. К концу года власти должны решить, выделить ли отдельную полосу на проспекте строителей. Об остальных участках города пока речи не идет. Татьяна Голубева, Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Федор Смолов может приехать в Алтайский край посмотреть на Дом культуры, отремонтированный на его деньги. Об этом заявил в соцсетях. Привет! Поздравляю жителей села Кольсенлок с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры. В свою очередь, я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. И по возможности, я туда приеду и сам на все посмотрю. Всем обнимашечки! Напомним, что за ремонт ДК в селе Костинлок Алтайского края Федор Смолов взялся не по своей воле. Это решение он принял в рамках шоу «Комментаут», чтобы не писать едкий комментарий Дмитрию Нагиеву. Переведя 400 тысяч, а именно столько требовалось на замену крышу, Федор Смолов добавил, это лучше, чем заказывать шампанское. Накануне ремонт был полностью завершен. На деньги Смолова жители сами заменили кровлю здания и теперь готовы встретить там самого спонсора. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!